Это вообще сумасшедший дом. И самое главное, начали тупо минировать подходы к этим фортификационным линиям, сооружениям и так далее. Вот красная такая, ну как сыпь такая. Вот это вот фортификационные сооружения. Это траншеи, это противотанковые рвы и так далее. И всякого рода блендажи, опорные пункты обороны. Причем самая густая, если обратите внимание, самая густая сеть этих линий, она как раз на направлении Мелитополь, Токмак, вокруг Токмака. Я не знаю, видно или нет зрителям. Вокруг Токмака построен такой круг. То есть это означает, что они собираются Токмак оборонять в кольце даже? Да, вот-вот. Да, потому что, ну понятно почему, потому что Токмак это один из ключевых пунктов, ключевых железнодорожных пунктов. Даже более жестко его собираются оборонять, чем Мелитополь, я так понимаю. Вот. Но дело даже не в этих противотанковых рвах и траншеях, а дело в том, что, а дело в минных полях. Туда заброшены были сотни тысяч, а может быть и миллионы мин. Причем забрасывали их просто так вот, как сеятель разбрасывает зерно. Помните, такие вот были? Да, конечно, плакаты. Картинки, картинки такие были, как сеятель. Из знаменитого произведения 12 стульев, где там тоже сидят. Вот-вот-вот, да. Ну вот примерно так. Никаких планов там этих минных полей, что вообще полагается делать, не составлялось. А проход через минные поля – это дело очень рискованное, это дело сложное. Это дело требующее мужества и мастерства саперов, которые снимают мины, прокладывают проходы в минных полях. Это использование должно быть массовое, массовое использование противоминных всяких такой техники тяжелой. Это, ну, в общем, такие катки, там разные есть противоминные машины. Сейчас не будем углубляться в детали. Но тем не менее, и вот казалось, что это должно вообще предотвратить поступление. Но ничего подобного. Мы же знаем, что, по крайней мере, на одном направлении вооруженные силы Украины продвинулись достаточно. Вот вы сообщили о том, что Старомайорское пало, а Старомайорское – это примерно такой, ну, населенный пункт. Сейчас, на право населения уже, наверное, нет никого. Но это примерно половине между бывшей линией соприкосновения, бывшей линией фронта и вот началом этих фортификационных линий. Так что наступление продолжается. И это, наверное, нервирует, безумно нервирует Москву. И, соответственно, возникает вот помимо… Но остановить его российские войска не могут. Отсюда и всякого рода политические манипуляции, пропагандистские операции, информационные операции и так далее. Но вот посмотрим, как будут развиваться события. Но, в общем, главное… Вот если мы вернемся опять к тому подведению предварительных итогов, я думаю, главный предварительный итог заключается в том, что наступление идет. Наступление вооруженных сил идет, пусть не теми темпами, которые ожидали те или иные люди, те или иные политические деятели. Но, кстати говоря, не военные. Потому что и генерал Милли, он… Это было недели две, наверное, может быть, две с половиной тому назад, он говорил, а каких неудач вооруженных сил Украины, вы говорите, нет, идет на наступление. Наступление идет небыстро, но оно так и должно идти в этих условиях. Причем в условиях, кстати говоря, очень тяжелых для ВСУ. Опять же, не надо… Я бы не стал никак приукрашивать действительность, потому что у ВСУ нет воздушного превосходства, на что обычно для наступления очень важно. Вот эти минные поля, превосходство России, по крайней мере, количественное превосходство по артиллерии, качественным, по качеству артиллерийского огня, артиллерийских установок, Украина сейчас уже начала превосходить Россию. Шах и мат. Судя по всему, саммит Россия-Африка, который призван продемонстрировать новые дипломатические связи России, пройдет в условиях преимущественного бойкота со стороны большинства африканских государств. 38 из 54 стран Африки не прислали своих лидеров на саммит, который пройдет завтра при участии Путина. На уровне глав государств будут представлены 17 африканских государств, еще 10 отправили премьер-министров, а еще половина прислали делегации уровнем еще ниже. Пять африканских государств и вовсе отказались от участия в саммите. Путин лично планирует встретиться с каждым из прибывших лидеров, а после 28 июля Путин выступит с большой речью, в которой расскажет о формировании нового миропорядка на основе многополярности и равенства. Да, вот, наверное, там и подтянет идеологию какую-то, да, там, в принципе, наверное. Но я бы не сказал, вы знаете, Михаил, вот глядя на этот список, ну, как-то бойкот бойкотом, но реально бойкот всего пять стран. Все остальные так или иначе. И бойкот всего пять стран. И достаточно много получается из этой арифметики глав государств, в общем, там больше 10, по-моему, получается точно. Там, когда говорят о том, что бойкот и так далее, то говорят, почему? Потому что за последние там пару-тройку дней 15 глав государств отказались от поездки. То есть они все равно пришлют делегации. Но предполагалось, что это будет глава государства, будет не глава государства. Но это явно усилие, конечно, западной дипломатии. Я уверен, что сработали, то есть им объясняли, почему не надо, и что им будет за то, что они поедут и так далее. Ну и едут, наверное, я не видел пока еще списка, кто едет. Я не знаю даже, опубликован ли он именно из глав государств. Но это страны, которые российские, то есть Мали какая-нибудь там, естественно, Судан. Это российские страны и страны китайские, скажем так, я думаю. Это то, где главы государств могут быть. Все остальные страны, которые как-то больше ориентированы на Запад или на Европу или на Америку, они не едут. Сможет ли Путин из этого что-то выжить, так сказать, по максимуму, из этой африканской поддержки? Ну, голоса, да. Понятно, в ООН какие-то он может получать и получает периодически. Но, по-моему, главная его идея сейчас... Нет, саммит задумался давно, поэтому там цены много. Но вот если смотреть в моменте, то ведь он сейчас пытается отжать у Украины рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. То есть такой тупой, обычный такой рэкет классический. Я сжег киоск соседа, и теперь сникерсы будут покупать у меня. И Путин этого вообще не скрывает. Мы, говорит, заменим Украину на всех рынках. Мы сможем нашим зерном заменить, потому что у нас небывалый урожай. Вот он сейчас будет лично каждому продавать свое зерно. Потому что даже, предположим, война закончится. Какое-то неожиданное перемирие. Как-то всех уломали, не знаю, что произошло. Или мы даже победили успешно, там, вытеснив россиян с нашей территории. А дальше-то надо будет как-то Украине жить. И выяснится, что действительно рынки заняты россиянами. Те, на которые ориентировалась Украина. Вот здесь, конечно, очень хочется каких-то больших западных дипломатических усилий на эту тему, чтобы это не удалось, не обошлось бы бесплатно россиянам. Вот эта вся история, что они сжигают нашу хозяйственную инфраструктуру и начинают бомбять, сжигают и дальше начинают туда продавать свою продукцию. Надо, конечно, как-то их жестко очень будет ограничить. И тут я не знаю, пойдет ли на это Запад. Хотелось бы, чтобы пошел. Ну, такие у него... А почему ему не пойти на это? Это сложно. Это сложная история. Это целая борьба против России. То есть это же надо вводить в санкции за то, что вы покупаете у России зерно, грубо говоря. Это можно. Можно, в принципе, сделать. Сказать так, хорошо. Ну, если бы мы тотально победили Россию, по-понятному, если бы мы ее оккупировали. Но этого с некоторой вероятностью не будет. А так это тяжелейшая торговая война, которую придется вести. И со странами, в которых разные интересы. У Китая одни в этом смысле интересы, у Турции другие, у остального Западного мира третий. То есть не так-то это просто наказать агрессора вот за такое поведение. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.